специальные, которые прогревают их, сказать им, что... Да, есть разные способы. Если массажер делать долго, то хотя бы через одежду немножко растерли, размерили. Я так терпеть не могу, когда мне трудояло. Да, отлично. Растучали. Уже не так страшно выглядит. Стучать, значит, тоже по тем же местам, которые я нарисовал. Это ось лопатки, плечо. Да, по ребрам не стучим, особенно по плавающим. А вот по гребню, вот этому, где стыкуются, да, вот мы рисовали две полоски. Да, вот по нему можно стучать. Как раз даже нужно. А можно и палками есть? Можно палками стучать, да. Это для этого и... Можно ногами, да. Вот по этим по крестцу можно стучать, по вот этим остям, которые мы нарисовали по углам, да. Вот, как раз воспаление было. Вот, было. Через свой для декомпрессии в обратную сторону стучим. Да, то есть тут можно постучать. Как-то выходные, просто нервы просто проливы сюда личные. Сюда личные? Я почему не прошел в субботу-воскресенье? А, нет, такой. Да, на меня охладила, эта пушка просидурит. Вот, ну, соответственно, и растирание. Растирать можно через ткань прямо. Держится ткань, да, и... И согревать его. Ну вот, простучите, прохлопайте его. Да, бывает, ребята, работают. А ребра ты встучишь, вот, блядь спает, по сути, грамм вертикально вниз, вниз. Ты попал сюда. Ты попал сюда, говоришь, где нельзя, вот сюда нельзя. Убийца. Вот здесь, короче, вот где они уже начинают шевелиться, ну, там нельзя. То есть вот тут так получается. Да, по ассистным отросткам тоже не бьем кулаками и локтями. Да, да, только по тем местам, которые мы нарисовали зеленым цветом. И здесь можно, или нет. Да, здесь лежат на синдекомпрессию вниз, соответственно, туда. Ну ладно, это не стоит, да, Ваш? По ассистным отросткам может снять, даже, даже забыть. Даже сильно. Это сочленение боковое называется фасетичные суставы. Есть там такой в интернете репин. Он прям по нему вообще стучит со всей сетью. Ему тоже может посильнее. А если я ногами... У меня палец он ставит, это уже, когда она даже шевелись вот здесь. Ну да, да. Можешь через свой палец. Вот туда, только вверх. Вот здесь сцени, компрессия вверх. И через другой палец. Ногами, если делаешь свесненье, тоже вставать? Или вот здесь можно вот тут? Ногами сюда вставать? Ну да, если... Ну я-то делала там... Ну вот, на поясничную зону ногами не встаем. Вот где начинается... А я вставала. У меня счастливые люди, которые со мной провелись, что живые остались. Ну если они крепче, чем ты, то в принципе можно. Так желательно не надо, бережем. То есть не на позвонок. Ну вот так, я обычно так хляюсь. Вот сюда смотри. Мне кажется, на газболе... Схема лордовский фос, да. Позвоночник имеет естественный изгиб вперед, назад, вперед, назад. Вот обычно в пояснице, это вперед изгиб называется лордов, и в шее. Это лордов, да. Соответственно туда давить нельзя. То есть выемку давить нельзя. Если у человека вот такая спина, то я на этот горб стою. Да. Горб называется кифоз. Кифоз мы можем давить туда. Вот, крестец тоже, кифоз получается, да. Крестец тоже можем давить туда. А не и получишь, если, например, я в ямку зафиксирую ногами, а вот этот нет. Если, например, у человека вот такая крылья спина. Я могу вот сюда вот так просто придержать, например, вот так ногами. Я думаю, как раз. Да, гриба может так говорить. Голос. Грухи энергетические, да? Угу. Сейчас проверим, вот, запись идет. Ну, теперь сами приемы. Мы пока, смотрите, не думаем. Общий прием, да? Не думаем, там, где какую кривизну человека, да? Если человек ровный, то делаем для всех все семидесячно. Даже если он кривой, просто толку не будет, если мы будем, да, делать? Не спрашивай. Вот, потренируйтесь в воздухе. Так руки поставили, да? И теперь вот так забиваем вот сюда. Локти? Да, внутрь. Одну туда, наружу, да? Теперь наоборот. Вот наши движения будут, да? Это ладонями. Теперь локцами то же самое. Вот поставил локти. Вот так. И в другую сторону. Так, я не понимаю. Тоже самое, что ладонями, только локцами. Вот так. Вот так я делаю, да? Да. И вот так. Диагональ, подиагональ. И так же ладонями, подиагональ. К примеру. Так. Так. А руками? Руками не на пояснице, то вот так. Вот. Эту руку, то есть, видите, растянули, развернули на себя. Почему на себя? Может, конечно, и так сделать, да? Потому что так рука примесь становится, и рука в рюкзак у вас прямой. Видите, всем корпусом, вот, да? Так вот, что и случилось, вот так? Вот туда. Я туда давлю, вот туда подострелка, вон за рисунком. Вот туда давлю в сторону. Вот. Так, я правильно? Можно и так, наисус, хватит растяжки. А правильно? Так, что запястье может повредить. Как вы, да? Так. Вот этой точке я давлю, вот этой. Называется, это тенор, это гипотенор в ладони. Так? Да. Вот так или бы. Вот так. А почему мне это неудобно вообще? А потому что ты не дослышал дальше, твое тело должно быть над вот этой точкой. А, я вспомнила. А, ну да. Вот так, вот, вот, видишь, что я так силой больше. Вот, вот, мюансы, ловите мюансы. Короче, вот, чтоб стрелочка была из рук. Да. Да. Пусть так будет. Я себя упрощаю. Вот так вот идем, да? Да. Только не подумаешь, что как бы выходит вот так. Вот сюда. Да. В центру между этими точками приложение усилий. Значит, раз. Потом почти перешли на ребра. Тут подигонали. На ребра перпендикулярно получается. Два. Три. Ну, у кого-то может быть и четыре. Но там уже плавающие ребра не идем туда. Вот. Теперь сам прием. Значит, нам надо, по идее, раскачать человека. Дать ему выдох. Все дело на выдохе. Толчок всегда на выдохе. Раскачаем, выдохом. Потом. Фу. Раз, два. Фу. Раз, два. Фу. Еще три. Раз, два. Перевернули руки. Вот, просто перевернули. Руки у нас сами должны, мне кажется, встать, как можно. Ну, чисто интуитивно. Этому интуитивно я же вам показал. Нет, я и говорю, потому что... Потому что, смотри, еще повторяю. Зацепиться езда, что вот вы ладони зацепились, да? Если вы поставите вот так, в принципе, зацепитесь, да? Но ваша рука вот тут будет слаба. Тут вы можете поддаться и чуть-чуть согнуться. Зачем нам хостить надо оторвить, вот, да? Вот, прям. Зацепляться за толстую кость. Они что, толстую, да? Сейчас говорят... Говорят, у кого... Ты толстый не потому, что у тебя широкое кость, а потому что много жрешь. Не надо про толстые кости говорить. Вот, дослушай до конца, потом будет тренировать. Вот, раз, 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 раз. Если человек маленький, можно, конечно, и нахрен сделать, да? Но для длинного человека вы так не делаете. Вот, еще раз говорю, рука разогнутая вот так вот, согнутая, она становится прямой. У вас толчок, вот через плечо, вот рычаг, видите, какой? А если мы поделим, вот, например, вот тут делаем, тут тоже будет толк. Только меньше, да? Уменьшим, да. Но это же будет удобнее делать. Ну, так можно, но мы это делаем в другом случае. Мы это заменяем. Вот тут диагоналит, мы заменяем на прямую группу. Вот в другую сторону. Сейчас, подожди, дойдем до джинамаля. Ну, хуже не будет, если и так. Не спрашивай ничего, все, помолчи. Вот. Раз, два, три. Запомнили, да? Теперь это мы всю спину сделали. Здесь есть нюанс, мы можем маневрировать своим весом. Например, хочется, но чувствуется, что она торчит, какая-то косточка здесь, да? Значит, вес сюда больше перенесли. Это только держит, а это больше толкает. Хочется, чтобы здесь что-то вот не хватило, да? Где-то примерно на этом расстоянии, посередине, где-то вот тут не хватило. Значит, вес переносим сюда и больше толкаем в таз. Вот, чуть-чуть можно маневрировать вот так, да? А теперь, оденна поясница. Делаем накрест. Опять ту же корочку встаем. Здесь ребра только придерживаются. Вот, в котором демонстративно показываю вверх, вот она не держит, да? Здесь раскачали, только не соскальзываем. Раскачали, раскачали. Вот упор в стол уже есть, да? А после этого толчок. И так же в другую сторону. Раскачали, раскачали. Пор и толчок. То есть вот эта рука, как можно шире ее расширяйте, что она просто держит ребра. Прижимает к столу. С этой стороны она просто фиксирует, да? Манипуляция проводит вот эта рука. А всегда же лучше включать, если ты правша, лучше делать толчок правой рукой пилать. У нас нету профилюшей, у нас все руки работают одинаково. Хочешь, вводи, слов с другой стороны. Хочешь, все остальное. Не важно. Но лучше меньше ходить вокруг стола. Теперь растягивание перпендикулярное позвоночнику. Третий прием, да? Клади голову на бок. Выбираем эти ости. Тут самое выпирающее, да? Мы их растягиваем. Как будто, знаете, как собаку. Собаку укладывается на ночлег, да? Поудобнее вот прицелились. Вот максимально растянули в стол. Уперлись только последовало толчок. Тут мы уже две сразу. Тут крупно тут, лопаточка, да? Теперь, да, в гребень. Вот этот с поперечными отростками. Перпендикулярное. О, это! Это же было, да? Все, это павочек в гребене не идем ниже. Вот это вот третий прием, да? Пробил гребень, да? Нормально, полегчало? Первый был по диагонали мы делаем. Второй поэк-гризон. Второй кэпендикулярно, да. И потом теперь по вертикали. По вертикали потом будет. Сейчас еще вот на такую наскручиваем. Теперь остистых отростков. Одна рука вверху, друга внизу, друг от друга, да? Соответственно, мы с вращением. Получается здесь по часовой стрелке. Раз, два, три. А теперь тот самый, как против, в своей красе. Раз, два, три. Отличается только тем, что одна рука выше, туда ниже. Вот. Это мы пока еще подготавливаем к декомпрессии. Декомпрессии мы запишем в следующем видеоролике. А сейчас вот это все потренируемся, отработаем на живой натуре. Не вставай. Да-да-да. Спасибо. Спасибо.